За гастрономическим удовольствием в эти выходные ехали в Киприно. Уже второй год местный фестиваль «Как сыр в масле» собирает тысячи человек со всей Сибири. Для них организаторы готовят самые отборные вкусы. Так и в этот раз гостям представили твердые, рассольные, мягкие, плавленые, копченые и даже авторские сыры. Я надеюсь, что здесь вкуснее, свежее, по крайней мере. Скажите, откуда приехали? Хорошо, все понравилось. Ксюша, ты готова зажигать? Зачем вообще приехали в такую дату? Да, мне интересно, очень интересно. В Новосибирске. Такую дать сюда придачу. А куда деваться сыру? Сыру хочется. Кто-то приехал любопытство ради, а кто-то целенаправленно сравнивал. Искушенные гости придирчиво подходили к фестивальному меню. Я попробовала сливочный, маздам и брынза. Своеобразный вкус соответствует, все мне прям очень понравилось. Отличаются вот от магазинного? Есть отличия. Я нашла. А поделитесь вот такими вкусовыми своими. Ну, понимаете, оно здесь как-то более выраженный вкус. Вот в магазине берешь, он вроде есть вкус, но не так выражен. А вот здесь мне больше понравилось. На Алтае проводят немало гастрономических фестивалей. Наш регион славится вкусовым разнообразием, в том числе и сырным. К слову, наш край входит в топ регионов по производству сыра и сырной продукции. Мы сегодня занимаем второе место Российской Федерации по производству. Поэтому, в принципе, ежегодно мы вырабатываем около 100 тысяч тонн сыра и сырных продуктов. Поэтому этот уровень из года в год, он либо одинаковый, либо чуть-чуть превышает прошлогодний уровень. Мы сегодня до 80% сыра вывозим за пределы края. То есть реализовывают по всей Российской Федерации. Немалый вклад в производство сыра делает и местный завод села Киприна. В 22-м году здесь разработали козий сыр. А в этом работают над созданием медового. Какая-то изюминка есть у кипринского сыра? Изюминка всегда есть. И мы над этим работаем. Ежегодно мы разрабатываем новые виды сыра. Мы не боимся экспериментировать. И у нас это получается. Для Шилоболикинского района сырный фестиваль – одно из ключевых мероприятий года. Через него о территории узнают и в крае, и даже в Сибири. Одна, наверное, из основных целей – это все-таки привлечь внимание к району нашему. Он красивый, он перспективный, он развивается, расцветает. И вот такой формат фестиваля с привлечением большого количества производителей, я думаю, что только усилит интерес к району. Гастрономическая форма проведения, она сейчас на волне. Мы сегодня определим вкус нашего фестиваля, какой он будет – российский, голландский, швейцарский. Но кроме дегустации и покупки сыра, отдыхающие могли поучаствовать в мастер-классах, выставках, играх, спортивных состязаниях. Гостями сырного фестиваля стало несколько тысяч человек. Все понравилось, все хорошо, все интересно. Что ожидаем получить? Позитивные эмоции. Идем, уже настроение поднимается. Попробуем сыры. Не все мы пробовали на дегустации сегодня, попробуем. Удивил воздушный шар. Вот прям вообще эмоции зашкаливают. Юлия Щепина, Дмитрий Денисов, День с толком.